За 20 лет все изменилось так, что тут картины, тут креативное пространство, тут бухают, отдыхают, гуляют, потопнуты, пруды. Я переезжаю на велике, а тут живу далеко, но тем не менее время меняется, течет, все изменяется, но честно говоря в лучшую сторону с одной стороны, но вот те здания, где были корабельные, там они еще строятся, что-то там хотят, задумываются. Это же были склады для кораблей, которые строил Петр Первый, леса, мачты, строевые леса, это же не так просто перестроить, там уже громадное здание, высотой они где-то метров 30-20, и там перестроить что-то, сделать другое, я что-то особо не понимаю. Это надо сохранить как историю. Да, да. Вот. Все меняется. А вы откуда приехали, друзья мои? Мы из Москвы, из Самары, я из Франции. Однако. И в Москве бываю, и в Самаре бываю, и во Франции бываю. Ну вот, едете, везде. Да, места все знакомые, но хорошо там, где мы есть. Да, точно, точно. А нет, там, где мы хотели бы быть. Хотели бы быть. Вот я, мне здесь мило, мне здесь мило, комфортно, уютно. Я себя ощущаю тут, ну, как, ну, дом. Францию я люблю, Москву не очень. Ну, честно говоря, ну, я не знаю, как-то мне надо... Совсем другое, от нас по сверху другое. Восприятие другое. Хотя у меня там друзья, и родня, и родственники, все там есть. Франция, как вам сказать. Она сейчас не достала, как раньше. Как вам сказать. Очень изменилась тоже. Есть любимые места. Какие, например? Ну, Порва, Сен-Маршест. А, ну, вы в основном про Париж говорите, да? Да, да, да. А саму Францию вообще другие города? Плохо знаю. Значит, вы не знаете. Марсель. Марсель, фу. Бандитский город вообще. Это да. Вот первый город, который, Канны, который мне воспринялся тогда, ну, как бы, ну, фестиваль, то есть... Ну, да, 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 это так. Вот, но это были восьмидесятые годы, когда чуть-чуть у нас с Францией были какие-то тюрки, ну, в общем, они всегда, всегда Россию хотят объять, взять, но необъятно не взять. Не возьмут, не возьмут. Одна шестая часть мирового пространства... Да это не столько Франция, не столько Европа, сколько Америка, сколько Америка, Россия, Китай, Россия. Да, 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 ну, Европа, всегда Европа была враждебна, хотя короли наши, Винцессы, все это, родня, все это понятно, но... Ну, да. Канны, как, не Канны тогда воспринялись, была команда показать мощь флота российского. Я вот здесь служил, я заканчивал родного действия, вот, служил на кораблях военно-морского флота. Дали команду показать мощь нашего флота. Что-то-то тюрки были, непонятно, я не помню политическую подоплеку. И у нас был крейсер, Александр Суворов, дали команду пройти полным ходом у берегов Франции. Как парадцы, можно сказать, да? Значит, крейсер длиной 210 метров. Это артиллерийский крейсер, мощнейший, 16 длиной ширины. На стройке 9-этажный дом. Громадная, по сути. И вы прошли, да? Дали к ходу пароходу. 33 узла. Это что? 33 узла. Это больше 60 км в час. Как сидеть, ну, так вот машина. Бурун у этого крейсера смел все пристройки, набережные в Каннах. Все. Это да. Кафе, ларьки, там все-то, набережные, все было сметено. Там яхточка проходит уже волнечко. Все, яхта, все. А тут корабль такой. Но он шел в территориальных водах. Не забывать надо, что мы, как бы, имели право захода туда. Но что произошло после этого? Сменилось понятие территориальных зон. Была 12-мильная зона, стало 240. О, пролее. Нечего подходить близко, так пугать людей. И это факт. Но то, что там произошло, я потом после этого был. На фестивале Каннском, да. Но тройку им пускали, да, и все. Но туда на фестиваль я не прошел, конечно, но понадобили грозетку. Ну, это да. Прогуляли, что все, 5-10-й. Но интересно. Я сравнил... На Попережье всегда красиво, хорошо отдыхаешь, что в Испании, что в Италии, что во Франции. Сравнивал наш Петр-дворец и... Версаль. Версаль. Да. Вы знаете, красиво, здорово, мощно. Но Петр, то, что Петр сделал здесь... Да, мне тоже больше нравится Петр-дворец. Вы знаете, он переплюнул Европу. Конечно. Это однозначно. Переплюнул во всех платах. Если были в Таиланде... Нет. Там есть сады Нон-Гнуч. Это мини-сады мирового масштаба. Там есть Версаль, там есть Варшавские сады, там есть Потсдам. Там... Там... Многие сады мира. Я спросил, да, я там два раза был. Почему нет Петер-городца? Угу. Вы что сказали? Ну, я у многих спрошу. Это очень дорого. Это воссоздать, вот это все. Ну, конечно, тоже мировое, как бы, хранительство, искусство, все. Но наш Эрмитаж, что же ты, Катенька сделала вторая. Да, да, да. Я согласна, я был... Я правил. Вот... Сегодняшний разговор про Данаю, Рафаэля, который обрил кислотой и порезал пидурок из... Ветли, в 85-м году. Ее восстановили. Хотя... Про... Какую? Горбочку. Один год. Ее восстановили 20 лет. Даная там сейчас. Вот у нас Эрмитаж. Сходите, если будет время. Не будет, уже завтра уезжаю. Прискорбно. Ну, тут три дня, с Галопом по Европам, конечно. А сегодня там еще говорят, что бесплатные какие-то... Входы, 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 советы, сколько там... Ну, вы знаете, колява, это вот, это все... Да, да. Поэтому... Ну, не наши методы. Вот посмотрели, потом не потолкнули туда, бегать, и что-то там... И даже за платные входы-то надо... Что-то полно народу. Да, да, да. Я стоял в музее в Лувре. Постоял-постоял. Поехали-ка лучше в дом инвалидов. Какой дом? Зачем, наверное, инвалиды? Ну, да, понять, какой дом инвалидов, что да, инвалиды. И даже Наполеон, да, все. В Барсе часто стояли. Да, да, в Барсе мы часто стояли. Да. Там тоже народы... Ну, вы знаете, у народа разные понятия, разные впечатления. Ворфь, у меня, собственно говоря, вот все это вот голопом по Европам не годится. Я читал Петровские лекции, когда учился в Эрмитаже. Когда я был пацаном, 18 лет. Мне надо было смотреть на Данаю, на Рубенса, на Рембрандта, знаете, на черепки, на кувшины. Когда девочки ходят, город их любит, гуляют. Да, да, да. Да, интереснее как бы с ними пообщаться, чем смотреть на это дело. Золотые кувшины, зачем мне это? На хрен, не надо. Нам лекции так читал Петровский целых два года. Я посещал только, ну, раз пять, наверное. Раз убежим. Сейчас это не исполним, но привил. Конечно, конечно. В Голландии, в Амсаддаме, в Ван Гог. Ну, думаю, Ван Гог не посетить. Как же надо. Очередь. Два километра. Прошел туда без очереди. Меня друзья. Зову? Никак. Плюнул, вышел. Ван Гог сам приехал сюда. На конюшенную почвень. Ну, желаю здравствуйте. Спасибо вам. Всего хорошего. Счастливого. Счастливого. До свидания. Вы обратили внимание, какой интеллигентный человек. Только я за часы вот так взялась, вот с вами, извините, все до свидания. Сразу, ты видишь, как чутко люди... Это вообще поразительно. Это поразительно. Я просто хотела посмотреть, я даже на что не намекала. Ты видишь, он сразу уже понял, что мы торопимся. Вообще, вот это петербуржцы.